Карантин. Мы пересмотрели все сериалы, все фильмы, которые только можно было посмотреть через интернет. И мы так соскучились по этой атмосфере, когда большой экран, ты сидишь в курсе, у тебя много людей, ты ешь пупкорн, запиваешься колой или там пепси. Я очень соскучилась, я жду, когда это закончится. Но мало кто из нас знает, как снимались эти фильмы, через что они проходили, прежде чем попасть к нам на экран. Вот я узнала об этом совсем недавно, я думаю, что нужно с вами поделиться. Это очень классная и интересная информация. Я думаю, что вам будет интересно. Посмотрите, проходит через три этапа. Пре-продакшн, продакшн и пост-продакшн. Все проходит через три этапа, просто в кино эти этапы называются по-другому. Вот, сейчас мы поговорим с вами о пре-продакшн. Пре-продакшн это подготовка к фильму. То есть на данном этапе находятся актеры, пишется сценарий, пишется режиссерский сценарий, плюс выделяется бюджет, ну примерно плюс-минус сколько им нужно бюджета, чтобы снять такой фильм, какой хочет режиссер. И по этому бюджету уже смотрится, если они смогли его найти, то сколько будет гримеров, операторов и тому подобное. То есть на пре-продакшне режиссер должен объяснить все съемочные площадки, включая актеров, гримеров, декораторов, что он хочет видеть, чтобы все работали. Начать стоит с идеи. Я начал читать первую книгу Джорджа Мартина, «Игра престола». Прочитал около двухсот страниц, до того места, где Бран выпадает из окна. И я просто влюбился. Я стал одержим этим. Позвонил Дэну и сказал, «Ты должен это прочесть, потому что, может быть, я псих, но это может стать величайшим сериалом всех времен». Лучше не пренебрегать этим, ведь придумать фильм с хорошей идеей, смыслом, необычной подачей не так уж легко. Придумала! Русалка влюбляется в юношу на суше, я гений! Русалочка. Быть писателем труднее всего на свете! Придумать логическое. Интересную историю или свой мир, там, например, «Властелин колец», там был свой мир, там Гарри Поттер тоже был свой мир, хотя Гарри Поттер еще немножко от нас взяты, там, от нашего мира. Вот придумать такую историю или свой отдельный мир, это очень трудно, хотя многие думают, что это легко. Но если вы смогли придумать это, то ваш фильм или книга, комикс точно добьется успеха. Когда садишься писать сценарий к фильму, это не похоже на актерскую импровизацию. Я представляю себе, что смотрю воображаемый фильм, я вижу, как он снят, что делают люди и что они говорят. Ты как будто отправляешься в путешествие в своем воображении и записываешь все, что ты видишь. Сценарий я начал писать в 95-м. Я придумал всех персонажей, зверей, декорации, но в то время было невозможно снять все, как я хочу. В 2005-м Джим сказал, теперь все почти готово. Можно доработать технологию и снять все, как мы хотели. Я достал сценарий, смахнул пыль, прочитал и сказал, а сюжет не такой плохой. Правильно написанный сценарий – это пол работы. В сценарий должен в себя включать цель, смысл, сюжет, характеристику героев, проблему, то есть вообще что происходит в фильме, проблему. А также иногда туда добавляются разные заметки для операторов, чтобы было легче снимать фильмы или там подумывать что-то. Сценарий – это как часть души автора, потому что автор, он с помощью этого сценария передает вам какую-то мысль, какое-то переживание. И он очень хочет, чтобы вы его поняли и вы перечувствовали его. Но иногда мне кажется, что современные фильмы, они как будто забыли об этом, забыли об изюминке, забыли о чем-то. Ну, они просто обо всем как будто забыли. И фильм похож на салаты, там, из трюков, из слез, из драмы, из крутых парней, классных тетей. В мрачном будущем. Наконец-то, фильм про мрачное будущее. Не то что «Голодные игры», «Грань будущего», «Обливион», «Элизиум», «Бегущий в лабиринте», «Район номер 9», «Судная ночь», «Петля времени», «Облачный атлас», «Дивергент», «Инсургент», «Остров», «Мистер Бернс» и «Робот по имени Чапи». Сэр, фильм закончился 20 минут назад. Вы должны покинуть кинотеатр и прийти на следующий сеанс. Допустим, у вас есть идея, но не сценария. Что же вам делать? Не переживайте, все хорошо. Попробуйте написать сами сценарий. Если вы не можете написать сами сценарий, то обратитесь к сценаристам. Они обязательно вам это сделают. Вы там, конечно, немножко заплатите. Но они напишут вам сценарий такой, какой вы хотите. Вы им говорите о характеристике актеров, показываете примерные события, что вы хотите. Например, я хочу, чтобы он там свалился с дерева. Это будет каким-то там крутым знамением. Вот. Вы это все говорите сценаристу. Сценарист это все осматривает, оценивает. Говорит, да, это пойдет в историю, это может чуть-чуть и так. Он вам поможет во всем. И вот у вас за 6 месяцев будет готовиться сценарий. И пока этот сценарий готовится, фильм видите только вы, сценарист, ну и продюсер. То есть тот человек, который будет вас финансировать. И теперь начинается настоящий, самый прикольный период, к моему мнению, это пре-продакшн. Вот за эти 6 месяцев вы должны подготовить локацию, декорацию, построить павильоны, найти графику, подобрать актеров. Вот это все вы должны сделать во время пре-продакшн. Когда во время съемок третьего фильма о Хоббите, проект покинул Гильермо Дель Тора, а его место занял Питер Джексон, времени на подготовку почти не осталось. Приходилось импровизировать, работа превратилась в катастрофу. Практически без всякой подготовки мы приступили к съемкам третьего фильма о Хоббите. При работе на трилогии «Властелин колец» у нас было 3,5 года на подготовку, прежде чем начали съемки. Когда нужно было снимать очень сложную сцену, приходилось импровизировать, так как не было раскадровки и наработок. Все приходилось придумывать на месте, даже несмотря на то, что сценарий был хорошо прописан. Это был сущий ад. Банально не хватало времени подумать, а на площадке к тебе постоянно подходят по 30 человек и просят помощи. Хотя ты сам зашиваешь. Чтобы понять, какие кадры попадут в фильм, вам нужно сделать раскадровку. Что такое раскадровка? Раскадровка – это на подобии комикса. Там режиссер, режиссер, как правило, ее составляет, он пишет, как бы он хотел, чтобы оператор снимал. То есть камера с правого нижнего угла подбирает то, как он там газует, к примеру, да? Или вы беретесь вверху и спускаетесь вниз, а за столом сидят четыре друга. Ну, я так, к примеру, говорю. Вот, раскадровка. То есть он пишет это не словами, он рисует картинку, которая в конечном счете должна получиться после съемок. То есть, что должен снять оператор. Кадрам присваиваются имена, номера и время, чтобы после можно было составить подробный план съемок. Обычно это делается так. Сцену называют порядковым номером 1, 2, 5, 6, а кадр – буквой. Именно это пишется на хлопушке. Немаловажную роль в всем этом играет финанс. Именно от них зависит, сколько у вас будет гримеров, каскадеров, если они нужны, какое у вас будет оборудование, на каком месте вы будете снимать. Можно получить, обращаясь к компаниям, взамен пользуясь их товаром и рекламируя его. Или выразить благодарность в титрах. Ильин и продюсер большую часть времени проводит за компьютером и телефоном. Обычно я обращаюсь со спонсированием к одним и тем же источникам, рассказываю им, чем привлекателен новый проект. Мне также приходится определять, на что требуются деньги, как будет оплачиваться съемочная группа, оборудование и реквизит. Иногда нужны дополнительные затраты на детей, каскадеров и спецэффекты. Это все нужно учитывать. Бывает непросто, но мы всегда выкручиваем. Сценарий почти написан, финансы найдены и раскадровка сделана. И сейчас остается самое интересное. То есть даже не остается, а начинается самое интересное. Вот сейчас начинают искать актеров. И на это уделяется очень много времени. Определенные люди, как правило, это режиссер с какой-то командой, который выбирает актеров. Потому что не каждый сможет сыграть хорошо актера. Представляете, если там в Голодных Играх Китнис Эверди играла бы другая девушка. Или в каком-то вашем любимом фильме у главного героя играл бы другой человек. Это же было совсем другой фильм. Нужны были лучшие актеры. Мы много месяцев искали по всей Америке, Англии, Ирландии. Ирландии записывали собеседование повсюду. Мне позвонили и позвали на пробы к Джиму Кэмерону в Лос-Анджелесе. Я катался на сноуборде и сказал, что сначала мне надо спуститься с горы. Скоро они будут здесь. Всем надо уходить. Или мы погибнем. Это были очень необычные пробы на роль. Я должна была играть в существо с другой планеты. Я хотел сказать спасибо. Не надо. За такое не благодарят. Что ты читал сценарий и написано, что Артур начал смеяться, а в глазах его боль. Но он не может остановиться. И ты читаешь это и ок. Ну, а сыграть это очень-очень сложно. Он классный. Он плывет. Даже прослушиваться на эту роль было невероятно круто. Мне сказали, покажи, как ты сам видишь этого клоуна. Помимо основных актеров, вам понадобятся еще люди для массовки и каскадеры. Местные жители просто с ума сходят по сериалу и с каждым днем наша массовка пополнялась. В прошлом году в Испании мы работали с замечательной массовкой. Опять повторюсь, я никогда еще не работала с такими трудолюбивыми, радующимися работе людьми. Они заразили всех на площадке своим энтузиазмом, уверенностью, радостью. Принимали все всерьез. Было чрезвычайно приятно работать. После подбора актеров наступает так называемый застольный период. В углу стола у нас сидит Килли. Отлично. Рядом с Килли Филли. В конце будет Дори. Дори, а следом Нори. Боже мой. Ори, Дори, Нори, Бифур, Бомбур, Бифур, Ори, Дори, Нори. Язык сломай. За этим столом актеры в полном составе знакомятся с друг с другом сценариями и своими деяниями. Привыкают к своим героям, получают наставления от режиссеров. Большая удача, если между актерами на площадке чувствуется особая связь. Если бы в друзьях хоть одного из персонажей играл другой актер, как бы все обернулось? Это был бы совсем другой сериал. Когда актеры подобраны правильно, на экране возникает магия. Актеры подобраны, финансы найдены, сценарий написан. И вы скажете мне, все, хватит, давай переходи на продакшн. Но нет, фильм завоевывает наше внимание и нашу любовь не просто хорошей актерской игрой или локациями, где они знаты, но также и внешним видом. Потому что именно внешний вид может передать вам о тех событиях, которые происходят. Они больше расскажут вам о герое, о временах, о местности и могут даже... Начиная работать над фильмом, я сначала разобрался с характером персонажа, попытавшись проникнуть в его суть. Но я не мог стать им физически, без грима и костюма. Довольно рано я понял, что хочу создавать монстров и разных тварей. В основном из резины. Игра престола в подобном плане просто кладезь. Мы создаем концепты и разрабатываем персонажей. Одни члены команды занимаются раскрашиванием, другие создают объемные накладки, третий делают волосы. Это очень творческий процесс. Мы должны учитывать все мелочи для каждого персонажа. Актеру придется носить все это изо дня в день. Так что грим должен быть легким и дышащим. Создание накладного грима и нанесение его на актера требует командной работы. Думаю, самым сложным было ношение костюма. Там и парик нужно было носить. Он заставил меня чувствовать, как будто меня загнали во что-то громадное. Но в результате костюм не проблема. Я бы не смог играть персонажа без всех этих элементов. Почти весь реквизит делали Уитом Воркшоп. Они много работали с фэнтези. Властелин колец, Инарния. Все делали с нуля. Все эти полтора года мы делали особый реквизит, оружие, костюмы для вселенной Аватара. У нас 120 вешалок, а значит тысячи костюмов. У нас лучшая бригада в мире. Я думаю, что досмотрев фильм, вы стоите и судорожно смотрите на эти субтитры, и вы все еще в фильме. И вы не можете выйти из этого состояния. Я вас поздравляю. Вы смогли ощутиться и почувствовать ту атмосферу. Это говорит о том, что режиссер и вся команда, которая работала над этим фильмом, они поработали очень хорошо. И во всем этом помогают вам еще и локации, декорации. Мы слетали на Гавайи. Джим хотел, чтобы мы прочувствовали джунгли. Чтобы мы поняли, каково это жить в глуши без подручных средств. Мы старались все запомнить. В такой чаще жизнь течет совсем по-другому. Я хотел, чтобы актеры имели представление о джунглях. Правильно подобранная локация может больше рассказать о времени, событиях и героях. При выборе локации вам нужно представить, что вы хотите видеть, под каким углом будет идти съемка, что она в себя включает, где будут размещены камеры и актеры. Перед работой с кадром нужно ознакомиться со сценой, прочесть реплики, изучить локацию для съемок. Сцена может основываться на географии локации и постановке света. Если бы мы хотели ограничиться только спецэффектами, то остались бы на студии. А сейчас мы в Испании, на побережье Средиземного моря, нам нужно все почувствовать. На коже. Нам нужно солнце, древние крепости, построенные маврами. У меня под ногтями испанская грязь. На студии такого не получишь. Испания настолько богата достопримечательностями и видами, что в этом году мы превратились в бродячий балаган. Нам предстояло посетить столько новых миров, поэтому мы объехали всю Испанию с севера на юг. Мы снимали в пяти разных местах, в пяти городах. Испания очень разнообразна. На севере все зеленое, на юге пустыня. И это многообразие великолепно. Снимать на натуре очень-очень увлекательно. Вот это мы в Пуэрто-Рико. Мы в джунглях на Гавайях. Это Ханапу. И это одно из известных мест побережья Напали, на острове Кауаи. И, пожалуй, самая сложная из задач – это доставка оборудования. Ведь сюда можно добраться только по воде или по воздуху. Мы снимали в абсолютно сюрреалистических бамбуковых зарослях. Находили потрясающие утесы и обрывы. У нас была идеальная натура для того, чтобы поведать эту феерическую историю. Съемка на живом воздухе может быть ограничена погодными условиями. Это нужно учитывать при составлении расписания. Ветер, дождь, жара. Часто мы снимаем в пыли, на песке. И приходится тщательно следить за оборудованием. У нас бывают табуны лошадей, сражения, а значит, поднимается еще больше пыли. Кроме того, часто на площадке зажигают огни. А наши спецы по спецэффектам виртуозно усложняют условия еще больше. Одним словом, мы всегда стараемся подчеркнуть все эти условия, чтобы кадр выглядел более захватывающе. Если вы снимаете фильм в стиле фантастики, и вы не можете найти такую локацию, которая нужна в вашем вымышленном мире, тогда на помощь вам приходят строители, которые строят вам отдельные города, павильончики, даже комнаты с синими экранами, или просто на какой-то местности ставят зеленую стенку, к примеру. И потом, благодаря графике, вы можете как-нибудь ее, вот что угодно, сделать, там, нарисовать на ней что-нибудь. Это все началось с письма и напомничать. И вот 600 очень талантливых молодых молодых них в школе в городе Продолжение следует... У нас примерно 25 площадок, примерно 4000 квадратных метров, а еще джунгли. Там еще тысячи метров. Это довольно много. Существуют миры, которые сложно воссоздать в павильоне или даже в локации. Визуальные эффекты дополняют сюжет, позволяя нам наблюдать, как корабль Джейми входит в Королевскую Гавань, как Дэнни летит на огнедушащем драконе. Дэнни летит на огнедушащем драконе. Мы пригласили художников с мировым именем. Лучших. Я и сам художник. Они должны были превзойти меня. Пандора покрыта джунглями, где все гигантское. Огромные горы, грандиозные водопады, биолюминесцентные джунгли. Потрясающе. Мы хотели понять, где можно черпать вдохновение, чтобы нарисовать пейзажи. Фотографии китайских провинций, гавайских островов, чан-дзя-дзя с известняковыми рельефами, карстами. Растения мы рисовали с экзотических цветов, но увеличивали их в размере. Раз в 20 или 50. Компьютерная графика заменяет костюмы. Актер может играть любого компьютерного персонажа без многочасовой гримировки. Получается, что их движения передаются компьютерным персонажам. Мы разобрались с пре-продакшеном. Нам осталось разобраться с продакшеном и пост-продакшеном. Но не переживайте, это будет намного быстрее. Продакшен – это производство самого фильма. Если вы хорошо подготовились во время пре-продакшена, то продакшен преодолеть вам будет намного легче. В съемках фильма задействовано много людей. Как правило, это те, кого мы не помним и даже не знаем их имена. Съемочный день начинается с помощника режиссера, который объясняет, где что будут снимать. Обычно здесь снимают по 4-5 страниц сценария. Это примерно 3 минуту фильма. Но это не мало. В то время как операторы, режиссеры, декораторы все подготавливают, актеры переодеваются, гримируются и доучивают свои реплики. Питером Джексоном получается так, что изначально, как я думаю, он художник. Он постоянно в голове рисует разные сцены, кадры и делает это очень быстро, вместо того, чтобы прицеливаться, чертежи отбирать. У него процесс происходит в голове. И это так здорово быть частью его картин. А видеть их на экране – захватывающе. Иногда актерам приходится выполнять различные трюки. Тогда на помощь им приходят каскадеры и кореографы, которые помогают найти внутри себя персонажа. Надо было обучить Сэма военному делу. Он научился держать винтовку, драться на дубинках в стиле Морпеха. Я жил в Америке с детства. Я говорю без акцента. И я, наоборот, избавлялся от американского акцента. Потому что они же все северные акценты у них, английские. Я вот в эту сторону работал. Ну, там тоже все. Как бы есть у тебя коуч. Дайлог-коуч, с которым ты прорабатываешь. Также нас обучали разным диалектам и новому языку. Алексей Навилу, КТС-ИВ. 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 Думаете, что во время съемок сценарий не переписывается, а раскадровка не меняется? Все подстраивается под актеров, локацию, графики и даже финансы, которые со временем могут поменять? Пожалуй, один из лучших аспектов работы оператора – физическая близость к камере. Именно ты создаешь кадр, задуманный режиссером. Тебе приходится решать массу нюансов, понимать его прочтение сценария и применять его на практике. Мне нравится энергия, которую чувствуешь на съемочной площадке. Дух творчества. Ты работаешь с разными режиссерами, с разными постановщиками. Кто-то жестко руководит процессом, диктуя, где установить камеру. Другие дают больше свободы. Требуют креативного подхода к процессу. Мы все слышали, сидя у экранов. На помощь к нам, не к нам, а к команде приходят звукорежиссеры, которые отвечают за голоса и за шумы, которые на заднем плане. И звукорежиссеры, они в принципе делают очень классную вещь, потому что благодаря тому звуку мы должны как бы оказаться в иллюзии. Мы должны поверить в то, что не главный герой там, а мы на месте главного героя что-то делаем. Мы должны начать переживать героя, мы должны поверить ему. Фермерский дом, где жил Купер со своей семьей, находится посреди огромного кукурузного поля. Сотни акров кукурузы. В начале фильма есть сцена, где они на траке, в азарте погони, проносятся через кукурузное поле на большой скорости. Мы нашли поле, на котором нам разрешили скосить небольшой участок. Для этого на бампере закреплялось устройство, которое срезало стебли кукурузы, а прямо за решеткой радиатора и в самой машине были установлены микрофоны. И вот так мы несколько раз ездили на большой скорости по рядам кукурузы, по пять секунд на каждый заезд. Мы отправились в Темпл Черч, в центр Лондона, и установили мобильную систему звукозаписи. Им очень хотелось использовать церковный орган. К тому же, я подумал, что это добавит в фильму некое религиозное чувство. Фильм, который попадает на экраны, это только маленькая часть того процесса, который происходит. Над фильмом работают тысячи людей, которые во время съемок превращаются в маленькую сплоченную семью. Смонтирован, все снято, все прекрасно, и вы такие, ура, я это сделал. Но вам рано еще радоваться, потому что остался последний этап. Он называется постпродакшен. В этот период вы ездите со своим фильмом, показываете его в кинотеатрах. Ваши актеры устраивают какие-то дуры, как обычно любят делать Марвел. И вы возвращаете себе денежку. То есть, то, что вы потратили, вы должны во время этого постпродакшена вернуть. И фильм считается успешным, когда вы смогли все вернуть. Если вы не остались в минусе, то фильм обычно считается неуспешным. Конечно, какие-то ожидания у нас были. Ведь мы были на площадке, видели декорации. Но столько всего происходит в постпродакшене. Ты вроде бы должен идти по мосту, рядом с которым дыра. А это просто зеленый ковер. Так что при просмотре мы заполняем пробелы и не перестаем удивляться тому, что получилось. Три самых основных этапа, через что проходит фильм. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что я смогла вам рассказать вообще, как снимаются фильмы, через что он проходит. И главное, показать, что не нужно забывать о людях, которые участвуют. Потому что это замечательные люди, которые трудятся день и ночь, Чтобы мы потом на экранах видели вот это, то, что мы видим. Классные спецэффекты, офигенные костюмы, детали, проработку и классную историю. Все вовлечены в процесс, как семья. Мы и есть семья, которая спустя даже 9 лет смеется и радуется друг другу. 9 лет, 8 лет.